Первые вёски в Брахинском районе начали селять еще в 86-м, причем протяженный час лёс шмат таких населённых пунктов заставался невызначенным. Правда, в отличие от этого древа район всё-таки отродился. Непосредственно в истории Брахина был период, когда улады схелялись до решения полного отселения городского посёлка. Шарнобырская катастрофа у Вогули поделила местовое житё, да и посля. Да, спокойное житё, когда же хоры белорусских вёсок ездили у Припять, у Крамы, а некоторые ещё и працевали на ЧАЭС. Посля, это протягло час невызначенности и разгубленности. У Ново-Иолчанском сельском совете, например, за 15 вёсок сегодня засталось только 9. Хоть в центральной садибе вёсцы красные, упыленные ступени по Шанцевалам, Шарнобырская станция находится совсем побоч, а для узровень забродживания тут не перевысил 15 кюрей. Правда, про 130 годов тут схильное больше сказать о перспективах, чем узгадывать минолы. Для этого сельсовет у Першинё принял удел в Распобеканском конкурсе по добропорадкованию и одразу первое место у своей номинации. Люди заинтересованы в том, чтобы как-то лучше выглядеть своего соседа и внести лепту в развитие нашего городка, потому как они здесь живут, их дети живут, внуки. Отриманные у якости призу 100 миллионов рублей вы решили накеровать на набытьё компьютеру для сельского совета, а так само створение малых архитектурных форм и покупку насильных кветок. По сутности, на дальнейшее добропорадкование. Тем больше, что вязковцы идею притягу наведения парадков на земли подтримали. Ветераны Великой Ачины Алексей Некрасов и его жёнка Зоя Сизова у вёску «Красная» приехали из России. Мерковали, что часово, але застались и тут назавсёдым. Хать кажуть, Брагинский край чужим николи не лечили. Тем больше, что мясовые жахары были побольше не только у хвядины тяжкой житёвой ситуации, да також и в плане добропорадкования тут так само есть чему получиться. Здесь относятся намного лучше даже, чем я знаю в России. У них, я смотрю, у всех почти цветочки под окном. И в квартирах у них порядки. Я сколько знаю семей, я в школе проработала, мы же ходили к детям. Здесь порядок держат возле домов и в квартирах. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Брагинский район.